Приветствую всех на информационном портале Альфа-Ньюс, я Вальков Вячеслав и в эфире студия Тема сегодняшней передачи в преддверии войны, я имею ввиду политическое между нашими двумя крупными олигархами, господином Плохотнюком и господином Филатом. Гостей сегодня в студии у нас нету, сегодня я с вами будем вести эту передачу. Так что прошу всех желающих, кто сегодня нас смотрит, звонить к нам в скайп, в скайп студии. Вот сейчас Саша покажет скайп студии, кто еще не помнит. Скайп студии у нас alfanews.md, пишите, звоните, добавляйтесь, пишите свои вопросы и вместе с вами пообсуждаем и поговорим на тему того, что же происходит в нашей стране, чего нам ждать и какие ближайшие действия будут с двух лагерей. Для начала я бы хотел напомнить перед историей того конфликта, который разразился в нашей стране после Нового года. 5 января господин Маккану в воскресенье выходит с пресс-конференции, 6 января господин Маккану выходит с пресс-конференции, в которой заявляют о том, что 23 декабря 2012 года была трагедия в лесу, в Фалежском районе, на которой пострадал человек. И обвиняют нынешнего тогда генпрокурора Зубков в том, что он является виновником того несчастного случая. И после этого разрождается такой информационный скандал. Мы четко с вами видим, как СМИ разделились на две стороны, профилатовские и проплохотнюковские. Одни пытались замять проблему и увести народное мнение и народное негодование в другую сторону. Хотели сменить риторику, хотели сменить акценты. И другие каналы, которые принадлежат господину Филату, наоборот, всыпились в мертвую хватку в эту ситуацию, в господина Зубко, в господина Плохотнюка, и накаляли день изо дня обстановку в обществе. Параллельно с этим подключилось гражданское общество, которое просто-напросто хотело, не вмешиваясь в эту драку между двумя олигархами, просто требовало справедливости, чтобы виновные того олигического случая, который произошел 23 декабря, были виновны. Так продолжалось где-то на протяжении двух недель, и в понедельник этой недели экстренное заседание парламента, и господин Зубко единогласно отправляется в отставку. В принципе, этот момент, это событие может стать тем отчетом войны между Плохотняком и Филатом. То, что их отношения накалены до предела, говорит сам тот факт, что уже на личных тайных собраниях Альянса, за закрытыми дверями, только в кругу самых близких доверенных людей, эти два господина уже готовы выяснять отношения на кулаках. То есть там уже идет риторика и обращение в адрес друг друга на уровне ненормативной лексики. И как факт, эмоции бьют ключом, и люди уже доходят чуть ли не до кулаков по отношению друг к другу. То есть мы должны понять, что после таких заявлений, после таких случаев, после таких скандалов, после таких отношений, когда два политика хватают друг друга за грудки и хотят набить друг другу морду, говорить о каком-то компромиссе, говорить о каком-то Альянсе уже не приходится. Это, в принципе, начало боевых крупных политических действий, которые развернутся в нашей стране вот в этот 2013 год. Что же может быть тема сегодняшней нашей перередачи? Как бы я выскажу свои мысли, я выскажу как бы свои догадки, вы выскажите свое мнение по этому вопросу. Может быть вместе мы найдем с вами компромисс. Напоминаю, скайп в студии, Александр, прошу тебя пустить его, скайп в студии у нас alphanews.md, добавляйтесь, пишите и вместе с вами попробуем как бы поговорить на эту тему. Итак, что же у нас может быть? Самый знаменательный момент то, что господин Зубков отправлен в отставку. Война сейчас пойдет на первом этапе, это за место нового генерального прокурора. Генерального прокурора у нас назначает, как я помню, парламент. То есть парламент должен одобрить кандидатуру будущего генерального прокурора. Сам факт того, что коммунисты вместе с либерал-демократами отправили прокурора-демократа в отставку, говорит нам о том, что есть какой-то технический альянс между коммунистами и либерал-демократами. И скорее всего эти две партии будут решать, кто будет следующий генеральный прокурор у нас в Молдове. Потому что скорее всего в ближайшее время появится такая риторика, что демократы дискредитировали себя в плане генпрокуратуры. То есть они совершили ошибку, назначив Зубко на эту должность. То есть они полностью и не имеют никакого морального права претендовать больше на контроль данной области. Вообще является большим маразмом то, что мы говорим о том, что ведомства силовые должны принадлежать каким-то политическим партиям. Генеральная прокуратура должна быть неполитизированным органом. Это в идеальном случае. Но мы говорим с вами про Молдову, мы говорим с вами про наше молдавское общество, мы говорим с вами про нашу жизнь. И идеальных моментов здесь скорее всего не будет. Так вот, Филат и Воронин, скорее всего, сейчас ведут переговоры, кого назначить для того на место будущего генерального прокурора. Потому что тот, кто будет держать генеральную прокуратуру в своих руках, в принципе и будет задавать такой лейтмотив политики и отношений на будущий 2013 год. О событии сегодняшнего дня, обыск силами Фулджера, одного из комиссариатов нашего города говорит о следующем. О втором, что Филат в случае с премьера 23 декабря осознал, насколько метастазы Плохотнюка, его команды проникли в его подконтрольные ему структуры, а именно МВД. Факт того, что комиссар Фалешт и замкомиссара не доложили министру внутренних дел о случившемся, что люди, которые были близки Филата, скрывали все это, говорит о том, что Филат не уверен в своем окружении. И, скорее всего, сейчас начнется очень большая крупная очистка в МВД, чтобы Филат мог быть уверен в тех людях, которые останутся под его контролем. Потому что, ну, знаете, как бы не нужно предполагать самое худшее, что ситуация в стране может пойти по абсолютно непредсказуемому сценарию, вплоть до каких-то вооруженных столкновений и вооруженных разборок. Не зря сегодня появилась информация, опять же, в социальных сетях и в СМИ, что господин Плаходнюк тоже, как бы, не беззащитен. У него есть, ну, я, опять же, опираюсь на средства массовой информации, около 600 бойцов, хорошо вооруженных, хорошо экипированных, которые готовы по любому его, как бы, сигналу, требованию встать на его защиту или решить определенные тактические задачи, которые будут перед ними поставлены. Мы должны понимать, что это не разборка двух депутатов, это не разборка двух даже бизнесменов, это разборка двух олигархов, которые повязаны в коррупции, которые повязаны в бандитизме, которые повязаны в криминальных каких-то схемах, и война у них пойдет нешуточная. Вот мне, Саша, подсказывает, что у нас есть звонок в студию. Вечер добрый, представьтесь. – Добрый вечер, Павел Бричан. – Павел, да, Павел, добрый вечер, рад тебя слышать. Вот тема сегодняшней передачи, что нас ждет? То есть мы на пороге политической войны все-таки, или все-таки Бог милует Молдавию, и мы сможем спокойненько пережить 2013 год? Павел, вот твое мнение, как ты думаешь? – Ну, насчет войны я не уверен, но все равно… – Я имею в виду образно, Павел, я имею в виду образно. Я, конечно, понимаю, что танки по Кишиневу ездить не будут, но разборки вот такие вот на уровне ведомств, на уровне предприятий, на уровне министерств, конечно, будут. Сейчас главная задача Филата – это лишить Плохотнюка депутатской неприкосновенности. Вот, ну, на мой взгляд. А об этом я, конечно, поговорю немного позже. Так вот, да. – Насчет отставки Зубко. Ну, понятно. Люди, с которыми я вот общаюсь, они вот многие говорят о том, что… Ну, да, хорошо. Ну, убрали Зубко. Ну, хорошо. А дальше что? 30 человек, как мы знаем, как минимум это 30 человек, охотилось в заповеднике. Ну, и что? Зубко не знает, кто это был. Или знает. Он-то знает, кто был там, кто охотился. Это все люди, которые нарушили закон, которые должны отвечать. Зубко, если он действительно, допустим, стрелял он, убил человека, не убил, он должен отвечать, возбуждено ли уголовное дело, хоть против кого-то. Вообще. Вот такие вопросы у людей возникают. Что значит, просто убрали Зубко, и этого мало? Павел, это мы задаемся с тобой такими вопросами. Но наши политические силы, опять же, я говорю, то есть в лице Филата, в лице оппозиционной партии, эти вопросы, они для них не принципиальны. Да, как бы они готовы об этом поговорить, для того, чтобы пораздражать немножко общество. Для них главная задача, главная задача, и вот смотри, то есть ты правильно как бы отметил, что никто не говорит о том, что, что будет с теми, кто был на этой охоте, что будет с теми министрами, что будет с теми депутатами, что будет с теми прокурорами, как бы, все, Зубко убрали, и в принципе, об этом уже, как бы так, мало говорят. Сейчас говорят в ракурсе того, что нужно найти виновного в сложившейся той ситуации, кто стоял, кто режиссировал весь этот план по сокрытию, кто режиссировал этот весь план преступления. Ведь, в принципе, ведь то, что было сокрыто информацией, это и есть преступление. Потому что, если бы господин Макану не вышел бы с этой перес-конференции, то я убежден на 99%, что общество бы об этом не узнало. И все бы это прошло, как бы, незамечено. Понимаешь? Ну да, конечно. Это же единичный случай, что Макану выступил именно по этому поводу. А сколько таких случаев мы знаем, о которых не выступили? То есть, о которых мы вообще ничего не знаем. То есть, практически, которые удалось, как бы, скрыть. Павел, смотри, ведь вопрос циничный, да? То есть, тех были готовы пожертвовать и замять смерть человека. Вторую сторону смерть человека интересовала только в плане того, чтобы наказать генпрокурора и силовое ведомство подмять под себя. Ты понимаешь? Ни одних, ни других не интересует само преступление. Потому что оно для них, скажу это как бы немножко цинично, мелочно. Потому что они все, которые сейчас находятся во власти, совершают подобные преступления ежедневно. Ну, если как бы не постоянно. Ну да, они считают себя неприкасаемыми. Ну да. Им, с одной стороны, мне кажется, даже им это выгодно, что вот прозвучало такое громкое дело. Ну, по нему-то ничего не ел, по нему-то ничего не ел, зато он, наоборот, отвлекся от реальных, вот сейчас, именно вот реальных, как бы, каждодневных проблем своих. И все кричат, вот, вот, давайте, уберем зубко, давайте. А забывают о том, что ничего не изменилось. Что мы стали жить лучше, после Нового года. И нам легче стало вообще, как бы, может, зарплаты повысились, или там, допустим, упала цена на газ, или упала цена на тепло у нас. Павел, я тебе скажу больше, что для Филата вся эта пробмиха, весь этот скандал вдвойне выгодный. Она его выгодна. Потому что люди, ты прав, сейчас не обсуждают, что сейчас пришли сумасшедшие, просто невероятные счета за коммунальные услуги в Кишиневе. Народ сейчас не обсуждает, что повысились опять цены на продукты. Народ сейчас не повышает, что жизнь становится хуже. То есть народу дали зрелище, да, и человек на время забыл про хлеб. И Филату выгодно держать эту тему горячей в обществе до предела, потому что чем больше люди будут отвлекаться на зубко, на генеральную прокуратуру, на проблемы, на поиски виновного, на поиски того, кто все это организовал, народ не будет обращать внимание, то есть народ не будет концентрироваться. А если даже и будет поднимать вопрос по поводу зарплат, коммунальных услуг, цен как бы на отопление, то эта тема, она будет заглушена этим информационным шумом, который постоянно муссируется в СМИ вокруг этой проблемы, вокруг этой разборки. Глава, грубо говоря, это бои гладиаторов для народа. Да, 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 да. То есть, смотри, сидит на этом амфитеатре Филат, Плохотнюк, и вот зубку бросили на арену, да, то есть как бы... Игра. Да, и вот, знаешь, как в Риме, как бы так показывают народ, кого казнить, гладиатора, который остался, и все так, вниз, как бы, палец, убить его, и вот... Народ ликует, зубку разорвали, да. Да, он преступник, по моему мнению. Да не на нем свет клином сошелся. Он лишь шестеренка в этом бандитском механизме, который работает в нашей стране, в который превратилась вся наша страна. Сейчас, секундочку. Вот у нас как бы новый гость. Вероника, вечер, вечер добрый. Вечер добрый. Вот, Вероника, ваше мнение, то есть, мол... Вот, все-таки, давайте, как бы, сегодня мы еще вот обсудим эту тему, да, вот, и... Нет, я все понимаю, но, Вячеслав, а вам не кажется, что, да, это достаточно больная тема, да, ее, может быть, и кинули народу как зрелище, но все-таки это дает какой-то шанс на то, что все-таки будут досрочные выборы в парламенте? Давайте поговорим об этом. Вот я сегодня полдня обсуждал эту тему с различными людьми. Могу вам сказать на 99% с уверенностью, что в ближайшее время, то есть, по крайней мере, в ближайшие полгода, скорее всего, досрочных парламентских выборов не будет. Очень хорошо вчера говорил господин Тулбуре у нас в передаче, и он объяснил, почему. Досрочные парламентские выборы сейчас нужны и выгодны, в принципе, к господину Плохотняку, потому что чем, потому что вот та ситуация, которая складывается сейчас в стране, потеря генпрокурора, генпрокуратуры, начало работы парламентской комиссии по выявлению всех виновных. Господин Тулбуре вчера очень интересную вещь сказал, что те, кто виновен там на охоте, их найдут быстро, то есть, это, в принципе, вопрос несложный. Парламентская комиссия будет искать организатора сокрытия преступления, и, скорее всего, и он, и я, мы предполагаем, что дорожка приведет господину Плохотнюку. Выводы этой парламентской комиссии, скорее всего, позволят и лягут в основу того, что в парламенте подымется вопрос о снятии с господина Плохотнюка депутатской неприкосновенности, а это значит, он станет уязвимым как бы под, то есть, против него могут быть возбуждены уголовные дела, могут начаться вести какие-то расследования и так далее, и так далее, и так далее. Его положение в стране будет сломлено окончательно. И те люди, которые сейчас как бы молчат, те люди, которые сейчас в его команде являются соучастниками тех преступлений, которые творятся в стране, я думаю, что именно они заговорят первыми, и в стране просто начнется полный настоящий хаос. Так вот, господину Плохотнюку единственное, нужны и выгодны эти досрочные парламентские выборы. Господину двухстороннего договора о взаимной торговле с Европой, и может быть, может быть, Европа даст Филату возможность для того, чтобы успокоить молдавское общество или кинуть ему очередную такую кость, какой-то там, какой-то договор, говорящий о каком-то очень-очень близкой перспективе безвизового режима и свободного передвижения в Европе. Это на ноябрь месяц. Филат без этого не может идти на досрочные выборы, потому что без этого его Плохотнюк, коммунисты гимпу разорвут как тузик тряпку. То есть он пришел, он приходил на парламентских выборах 2010 года с лозунгами какими? Молдова без бедности, свободное передвижение в Европе и так далее, и так далее, и так далее. Всего этого нету. И вся эта медийная машина Плохотнюка, Демпартии, просто-напросто Молдова канал Молдова-1 будут все эти проблемы просто-напросто вытаскивать постоянно отнаружи и дискредитировать всю деятельность Филата на протяжении последних двух лет. Вы посмотрите, Лупа уже приходит на пребывая на канале Молдова-1 вскрывает все те проблемы, которые есть в подконтрольных ведомствах Филата. А вы считаете, что партия Плохотнюка себя не дискриминировала на данный момент? Да. И она наберет те голоса, которые она могла бы набрать через год? Когда все это утихнет? Партия Филата, партия Филат, скорее всего, пойдет по обычному принципу. Они к народу придут с деньгами, с подарками, с макаронами, с гречкой, с рисом. Ну, как в принципе, как это обычно и было на протяжении последнего года? Второй момент. В партии Филата есть большой административный ресурс. Вы поймите, что молдавское общество, оно делится на две части, которые вовлечены в преступления, которые творятся сейчас, на данный момент, это весь административный ресурс. Вячеслав, выключите, пожалуйста, микрофон, потому что у вас фон, и отключите трансляцию на портале, и просто оставайтесь в скайпе. Спасибо, Вячеслав. Так вот, вы поймите, что молдавское общество делится на две части. Простой народ, который страдает, от властей и люди, а их очень много, причины во всю эту преступную схему, это работники админресурса, это работники министерства, это работники прокуратуры, это работники премьерии. То есть они сейчас все являются соучастниками всего этого преступления. И они понимают, что они являются соучастниками, и они понимают, что если власть в стране поменяется, то они могут быть очень серьезно наказанными той новой властью. Подключите меня. Елена, вечер добрый, вы уже в эфире, выключите, пожалуйста, у себя микрофон, чтобы не было шума. И когда очередь ваша дойдет, вы его просто включите. Хорошо? Да, да. Микрофон выключите. Выключила. Нет, там можно в самой программе физически нажать на микрофон и выключить, потому что идет фон от вас. От меня? Да, Александр вам показывает, видите, мышкой он показывает, что в окошке можно нажать на микрофон и ваш микрофон выключится. Выключится, да. А когда вам нужно будет поговорить, вы его включите. Хорошо? Все, вроде бы, да, все получилось. Так вот, почему Демпартия может набрать определенное количество голосов? То есть, во-первых, оно, во-первых, если наступит, если мы войдем в застрочные парламентские выборы, то снимется повестка дня, снимется повестка дня разборок между Плохотнюком и Филатом. То есть, у них будет другая повестка дня. То есть, уже Филат не будет нападать на Плохотнюка, то есть, в плане того, что открыть уголовное дело, снять депутатскую неприкосновенность и так далее. Плохотнюк, как только станет в очередной раз кандидатом в депутаты, у него будет опять депутатская неприкосновенность кандидатов в депутаты. И можно будет дотянуть до следующих парламентских выборов, а там уже кто придет во власть и опять начнется дележка и какие-то коалиции внутри парламента. То есть, можно выиграть себе время для того, чтобы понять, что происходит, как-то переорганизовать силы и уже в новой обстановке, с новой повесткой дня в стране понимать и решать те проблемы, которые будут. Но это мое мнение. Вероника, у вас какое мнение? Вероника? Так, понятно. Если честно, нет, если честно, я просто немножко недопонимаю. То есть, может быть, не только я одна недопонимаю. Если партия выходит на выборы, это выходит партия. По-моему, депутатский мандат получают только тогда, когда партия на выборах выигрывает. Как только... А все это время он простой человек. Нет, 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 вы в период парламентской гонки все депутаты получают мандат кандидата в депутаты. И он точно так же дает вам определенную неприкосновенность. Понимаете? То есть, и в этот момент, в этот момент, то есть, у Филата не будет, ну, так столько сил и столько внимания и столько ресурсов для того, чтобы вести еще параллельно где-то какую-то уголовную войну с Плохотняком. Сейчас, сейчас, если у нас на протяжении ближайшего полугода до конца 2013 года, до 2013 года мы не войдем в эти парламентские выборы, то у Филата будет спокойненько время для того, чтобы разобраться с Плохотняком полностью. Отыграться за все то хорошее, что было как бы на протяжении последних двух лет. Ну, или похоронить все. Ну, нет, похоронить. Смотри, когда они уже хватают друг друга за грудки, после этого друзьями не остаются. То есть, я знаю, как обратился Филат к Плохотняку на той встрече. Очень грубо, очень, очень как бы, ну, грязно. И такое не прощается. То есть, он при всех его унизил. Тот потому возмутился, и потому они уже как бы схватились, и были уже готовы как бы при всех набить друг другу фейсы. Их просто разняли. После этого не садятся уже за стол переговоров. То есть, тут уже топор войны выкопан. И мы станем с вами свидетелями всей этой мясорубки друг с другом. Не думаю, Слава, не думаю. Потому, потому что бывает за такие деньги, которые там крутятся, я думаю, можно и концерт сделать, и похуже даже. Можно, можно там не только, и послать, можно и подраться, как делает это товарищ Жириновский в России. Вот это все можно организовать, когда идет дело о таких деньгах. И за счет этого, то есть, потянуть резину, то есть, и вполне возможно, что это даже спектакль, чтобы как бы потянуть время. Павел, я бы с тобой согласился, знаешь, что я даже где-то такой вариант рассматриваю. Но власть это власть. Генпрокуратура это генеральная прокуратура, это карательный инструмент власти. И этот инструмент власти, этот меч забрали у Плохотнюка сейчас. Место вакантное. И так как мы были с вами свидетелями того, что и либерал-демократы, и коммунисты проголосовали за это вместе, а демократам и либералам ничего другого не оставалось, и все эти независимые шушеры, по названию независимые депутаты, тоже ничего не оставалось. Мы говорим о том, что баланс сил в стране поменялся. Для Плохотнюка это очень серьезный удар. Это очень серьезный удар. Это потеря очень серьезного карательного органа. Бизнес, проблемы, деньги, это одно. Я же сказал, это не просто бизнесмены, это олигархи, это те, которые готовы не просто решать вопросы в законах бизнеса, в законах конкуренции. Это вопросы, которые, они готовы их решать другими методами, силовыми, и даже, может быть, криминальными. То есть, мы же видим, для них криминал это не проблема, для них кого-то пристрелить это не проблема, они готовы это сокрыть, замять, забыть, и сделать вид, что ничего не было. То есть, мы говорим о том, что это люди, которые готовы переступить через черту закона спокойно, как расплюнуть. Вова Бельса и Вечер, добрый. Давайте я вот Вячеславу дам слово, мне интересно его мнение. Добрый вечер. Слав, давай, как бы, вот, твое мнение. Мы стали свидетелями начала политической войны, или все-таки ты придерживаешься мнения Павла, что это такой театр, танец двух маленьких лебедей, пам-пам-пам-пам, знаешь, чтобы отвлечь общество от проблем, а на самом деле через там два-три месяца они обнимутся, поцелуются, выйдут на общую совместную пресс-конференцию, скажут, ну, как бы, мы разобрались. И кукловод, не кукловод, и контрабандист, не контрабандист. Значит так, мое мнение следующее. Выборов в ближайшее время не будут. Почему? Вот сразу, да, причина, да. Потому что Филату идти на выборы не с чем. А без Филата выборы не могут состояться? Совершенно верно. То есть либеральная демократическая партия голосовать за отставку Филаты не будет. А других инструментов легальных посредством выборов просто не существует. Значит, это только миф, который раздывается в глупу, для того, чтобы отвести внимание от плохотников, собственно говоря. Вот. И еще такой момент. Один из Рокфеллеров как-то говорил, что деньги имеют значение до определенного уровня. А дальше только власть и только власть. У нас такая ситуация. Значит, деньги сейчас не играют абсолютно никакой роли. Ни для Филата, ни для похотников как такового. У них сейчас идет рыба за власть. Значит, это не концерт, это, на самом деле, настоящая война, которую, в принципе, народ ждал давно, и она вот случилась. из этой всей войны выиграет только народ и никто более. То есть, они по-любому подцапаются, покажут там про маты, я не знаю, что там будет, но, в итоге, для народа это только плюс. И еще такой момент. Мы настойчиво игнорируем такого игрока, который называется западная элита, за кулиссом. Значит, на самом деле Филат и Плохотнюк не являются игроками. они являются всего лишь фигурами на этой доске шахматной. А игрок, на самом деле, это западная западная за кулисса, которая, в принципе, продвигает свои интересы. В данном случае это Европейский Союз, то есть мы попадаем под влияние интереса, связанного с Европейским Союзом. и вот этот игрок он будет эти фигуры передвигать как ему будет удобно. А вот Филат и Плохотнюк им показалось, что они являются игроками. На самом деле они являются всего лишь фигурами. Плохотнюк приготовлен. Точка. То есть не в прямом смысле, что его лишат жизни, но его просто-напросто сожрут и выплюнут. Слава, я вот хотел бы тебе и всем слушателям передачи зачитать 85-ю статью Конституции Республики Молдова, которая регламентирует распуск парламента. Распустить парламент может, конечно, президент при определенных случаях. В случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов президент Республики Молдова после консультации с парламентскими фракциями вправе распустить парламент. То есть первый момент, когда не могут формировать правительство. Правительство у нас сейчас есть. Для того, чтобы этот момент мог наступить, правительство нужно отправить в отставку и, как Вячеслав правильно заметил, это невозможно, потому что либерал-демократы не проголосуют за этот закон. Второе. Парламент может быть распущен в случае, если он не выразил доверие правительству в течение 45-дневных сроков после внесения предложения и только после отклонения предложения не менее двух раз. То есть, опять же, парламент был создан, вот он недоверие не был вынесен, мы эти сроки тоже прошли уже. И тут еще ограничение. В течение одного года парламент может быть распущен один раз. Парламент не может быть распущен в последние шесть месяцев до течения срока полномочия президента Республики Молдова. Мы в этот срок не попадаем. Еще случай с президентом, который опять же не наш случай, это не избрание президента в течение раз. Да, в принципе, когда господин Лупу говорит о том, что у нас возможны досрочные выборы, это все блеф и профори. Совершенно верно. Это целенаправленно дезинформация общества. Точка. И еще, если можно, я выскажу свое мнение насчет участников легендарного хода до 3 декабря. Мое мнение, абсолютно все должны сесть на 30 дней без исключений. У кого есть неприкосновенность, она должна быть лишена, они должны быть лишены неприкосновенности. На 30 дней сесть и каждый в отдельности должен отвечать по мере своего участия в этом преступлении. Первое, значит, за убийство оно по неосторожности там, не знаю, 3 года кто там захочет сесть зубкой или крецу или найдут еще какого-то третьего, это раз. Два, все остальные должны сесть за сокрытие преступления. Я не знаю, что там срок, до 5, до 7, но сесть должны все, без исключения. И в первую очередь они должны быть отправлены в отставку. Не спрашивать мнение, считаться, не считаться сихими, не знаю, отправить в отставку. И мое мнение, что в принципе это может сделать речан, будучи в оппозиции этим людям, потому что как таково на охоте участвовали представители демократической партии и представители либеральной партии. То есть те люди, которые являются подчиненные кукловода. Вячеслав, это сделает филат. Речан ничего в этой стране не делает. Это сделает филат. Я согласен. Я просто это сделает для того, чтобы показать народ. Он же понимает, что он тоже себе зарабатывает электоральные очки. То есть он как бы раскрутит их как злодеев, как самых больших злодеев в этой стране, как негодяев. И может быть скорее всего эти люди, которые участвовали в этой охоте, для того, чтобы не сесть, для того, чтобы не сесть, потому что, извините меня, никто сидеть не хочет, никто сидеть не собирается, никто не видит себя из них в тюрьме. Вы поймите, они себя мнили 23 декабря элиты общества. Они там на охоту с генпрокурором страны пошли, на кабана. Это же как бы, это же гу-гу-гу. Да? Скорее всего эти люди, я думаю, что найдутся среди этих людей такие люди, которые будут готовы даже начать валить Плохотнюка, давать какие-то показания, давать какие-то свидетельства, давать какие-то признания, для того, чтобы просто не сесть. И вот на это Филат рассчитывает. Филат рассчитывает, что парламентская комиссия выкопает и раскопает такое, что этого будет достаточно для того, чтобы поднять, как я сказал, вопрос в парламенте о снятии депутатского иммунитета с Плохотнюка. То есть им уже даже и не надо поднимать, ломать копья по поводу снятия его вице-спикера и так далее. Им хватит снять с него депутатскую неприкосновенность и его кресло первого вице-спикера в парламенте не спасет абсолютно. Хорошо. Я, наверное, согласен, но нужно еще ставить прокурора. Значит, прокурор должен, нужно, нужно поставить, значит, независимое лицо. Слав, ну какое независимое лицо? Ну о чем ты говоришь? Вот я вчера Алексея слушал, мне было, конечно, приятно слушать его о том, что нас должен быть независимым, где мы его найдем. Ну, я соглашусь, любой человек, любой человек вместо Зубко будет лучше, чем он. Вот у меня такое мнение, что хуже, чем Зубко, ну просто быть не может. Да, вы поймите, Зубко не был таким плохим изначально. Вы же поймите, что Зубко... Я не интересуюсь, что он был и не был. Я сужу по поступкам. Все, точка. Может он был там, не знаю, крещеным, или там, не знаю, будой какой-то, или не важно. Преступление есть преступление. Тимофе они не имеют ни по весам. Слав, спасибо, как бы не отключается микрофон пока просто выключаю, мы продолжим как бы дальше. Елена, вот вы как бы наблюдаете за событиями, которыми происходят у нас в стране. Ваше мнение такое вот не изнутри, а со стороны. Что ждет Молдавию в 2013 году? То есть какие еще потрясения, какие еще политические катаклизмы? Микрофон включите, не забудьте, потому что мы вас не слышим. Елена? Да, я слушаю вас. Знаете, я со стороны наблюдаю, да? Вы говорите, что у Филата есть козырь безвизовый режим. Он, по крайней мере, эту идею уже продал общество два раза. Он с этой идеей пришел в 2009 году в парламент, и он с этой же идеей, вот с этой идеей того, что мы, молдаване, с нашим синим паспортом сможем спокойно путешествовать и умотать отсюда в любую страну Европы, он с этой идеей пришел в 2010 году. Плюс Молдова без бедности. Вот когда все уедут из этой страны, бедность просто не останется. Вы понимаете, дело в том, будет ли вообще Европейский союз до этого времени, потому что то, что сейчас становится в Европе, это наши 90-е годы. Они идут здесь круче, потому что мы хоть бастовали, а здесь бастовка, забастовка, забастовка. Например, у нас в Афинах уже неделю работает метро, и все усилия заставят правительство работать метро, накрывая тазом. Сокращение рабочих мест идет постоянно. Ну ладно, во Франции то же самое, Франция безбедная страна, страна, там захлебнула эмиграция. Эмиграция живет на адвокации, потому что работают что? Испания не считает. Португалия не считает. Италия туда-сюда еще немножко смотрится, но то же самое. Куда ехать? Елена, я вас понимаю, но вы поймите, в какой обстановке живут люди здесь, в Молдавии. Да, в Европе плохо, да, в Европе проблемы, да, в Европе тяжело с работой, но здесь у нас полно... А у нас здесь... Елена, а мы здесь живем в долг уже. Вы же понимаете, что такая ситуация здесь. Коммунальные счета... Коммунальные счета оплачивать неткуда. Лекарства растут, продукты растут. То есть, там есть хоть какая-то плохая работа, хоть какие-то 50... нету. Сворачиваются все работы абсолютно. Люди, которые чувствовали себя магистанами, как они говорят, или олигархами, воют. Закрываются все отрасли. Отрасль, которая была в Греции строительная, потому что люди покупали, брали кредиты, покупали, покупали, покупали. Теперь она развалилась полностью. Никто не может продать то, что уже построили. А строили это все в долг, брали сами у государства кредиты. Мелкая работа, которую выполняли, вот допустим, мы как работаем здесь экономками и прислугами, тоже уже уходит. Гречанки вспомнили, что у них есть руки. Это не смешно. Раньше они хотели в прислуге только женщину с высшим образованием, чтобы еще плюс ко всему знали английский язык. И желательно балетный па. Сейчас зарплата упала до 300 евро. Люди месяцами не могут устроиться на работу. Вот допустим, какими месяцами? Вот у нас приехали несколько молдаванок, потому что своя, так сказать, это самая партия. И вот уже в течение четырех месяцев они приехали на долгах. Четырех месяцев мы их не можем устроить на работу. На какую угодно. Лишь бы была крыша над головой, чтобы ее там кормили. Нету. Вы сейчас так смотрите, что Европа Европа. Это кошмар, что творится. Это не мы смотрим, Елена. Это говорит филата. Это надо показывать. Я понимаю, но вот мы это и показываем. Вот именно наши передачи, то, что вы в ней сегодня участвуете, мы завтра об этом обязательно напишем с ваших слов, что какая реальная обстановка в стране, с какими трудностями сталкиваются наши соотечественники за границей в той же самой Европе. А филат выходит и говорит, о, Европа богатая, о каких проблемах вы говорите. Вы посмотрите, они нам дали 100 миллионов в долг, они нам дали еще 100 миллионов, они нам дали миллиард кредитов за год. Ребята, фантики можно раздавать на левое и на право, если у них ничего нету. Я вас понимаю. Елена, спасибо, давайте мы продумываем. Подождите одну минуточку, теперь это самое, то, что произошло с этой охотой, ничего не изменится, никто не понимает, мое личное мнение, потому что Молдова настолько погрязла в кумовстве, каждый вытащит друг друга, это как в том анекдоте, что не дай бог еврей попадет в котел, черти не подпускают, он говорит, секса их вытащит. Так и тут то же самое, вы что думаете, ну пошумят, 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 а потом потихонечку уйдут в тень. Тут вопрос не в том, чтобы кумове, а тут вопрос именно таких олигархических интересов, тут уже идет борьба семей, борьба кланов, борьба бандитных, бандитских группировок, преступных. Ну ничего страшного, набью пару раз за вашу стрелку, переделят опять зоны влияния и помирятся. Да не готовы не мириться, не готовы не делиться. Хорошо, Елена. Вячеслав, вы немножко наивны. Я здесь смотрю, вот у нас в парламенте, да, выходят к этому самому, выдирают друг у друга микрофон, дерутся в полном смысле этого слова. Выйдя из парламента, они идут пить пиво. У нас такая же самая ерунда. Улыбаются, улыбаются, обнимаются. Это все театры. Помните случаи, когда Воронин с Дьяковом встречаются в парламенте и Дьяков проговорится, ну, Володя, ну, вечером в бане лучше поговорим давай об этом, что мы здесь, как бы, о том. А чем вы говорите, вы находитесь на передачах друг у друга? Чушь, самое натуральное. Здесь, кроме 7 апреля повтора, только с другой стороны, ничего не поможет. Ничего не поможет абсолютно. Вот в этом я с вами согласен на 100%. Только румынский вариант, только румынский вариант, поднимать мужиков, которые так, это самое, серьезные и умные, и которые уже горят до этого самого, вооружать, и начинать именно вооруженное восстание. Надо вооружать. Есть грабли, мотыги и так далее. Грабли, мотыги, но когда вы попьете с граблями, мотыгами, на вас попрут карабинеры, это не очень весело. Хорошо. Вова, Вова Бельцы. Добрый вечер. Вова, да, добрый вечер. Вов, вот тема сегодняшней передачи. Мы в преддверии, или мы уже вступили в политическую войну между двумя олигархами, или просто это спектакль, танец двух маленьких людей? Сейчас, когда собеседница моя заканчивала говорить, сейчас наша собеседница заканчивала говорить, она сказала одну очень интересную вещь, что на камеру мы ругаемся, а потом идем пить пиво. То есть, у меня ощущение такое, что вот как раз они боятся просто-напросто того, что, ну, понятно, народ тоже терпение не резиновое, и деньги у народа заканчиваются, и жить не на что и становится голодным. И чтобы вот сценария как раз не повторилась вот этого 7 апреля, да, просто-напросто таким образом в очередной раз одурачить народ, как бы дать ему иллюзию того, что не надо никаких жестких мер принимать, у нас и так все, не слава богу, мы и так скоро развалимся сами. То есть, типа, альянсы так шатаются, не надо, народ, будьте спокойны, сидите по домам. Мы и так шатаемся, мы и так шатаемся. То есть, в принципе, в принципе, знаешь, это как реакция животного, то есть, упали и прикинулись мертвым, типа, ну зачем пинать уже мертвые, если мы уже и так мертвые, и вот в такой вот волоките еще вот пробудут год-другой, вот такое мнение, правильно? То есть, остудить народ, остудить народ, чтобы народ, вот это желание, вот этот уровень, вот эта шкала желания все-таки встать и выйти на улицу, понижалось. То есть, продемонстрировали, если вы помните, Вячеслав, вы же наверняка помните, что эти спектакли разыгрываются уже много раз. То они кричат друг к другу, что ты контрабандист, а ты купил вод, потом это все забывается. Потом новый скандал, опять забывается. Это будет повторяться много раз, для того, чтобы не дать народ, дойти до точки текения. Подожди, ну Вов, ну разве нам недостаточно того, что уже происходит в стране? Разве мы сможем успокоиться? Ну мы-то приходим, мы просыпаемся каждое утро, засыпаем каждый вечер с мыслями о том, что жить становится все труднее и труднее. И ты думаешь, что их спектакль нас успокоит? Наоборот, может быть, народ это спровоцирует на то, что они друг с другом грызутся, и они ослаблены, и давай как бы мы вот в этот момент, ну как бы покажем Кузькину мать. Вячеслав, у народа еще не все потеряно. Народ, дело в том, что народ очень сильно подвержен влиянию средств массовой информации. Им показали очередную байку про то, как нам выделяют кредиты, про то, как рассматривается вопрос о нашем вступлении, якобы, в Евросоюз. И народ немножечко успокаивается, а тут раз альянс такой плохой, при нем такой бардак, а тут альянс раз вроде как уже сам распадается, вроде как уже и не надо заходить на улицу, они уже сами подрались, и так распадается. Все, народ успокаивается, успокаивается и ждет. И продолжает грабить. Само собой. Павел, вот твое мнение, вот смотри, какой мы пришли идеей, да, то есть я, что может, может быть, это на самом деле такая многоходовая, то есть игра этих политических аналитиков, этих политтехнологов, которые работают. Она немногоходовая, она уже очень старая, и очень уже как бы избитая, это уже сто раз было, вот такие же концерты, чтобы люди обрадовались и никуда не пошли. А они под этот шум продолжали грабить их и увеличивать налоги в два раза, вот как на эти легковые машины в этом году. И так далее. Сосайтесь с нас еще больше денег. А мы рады. Вот они там, вроде бы что-то делают, вроде сейчас, вот скоро вот развалятся. Никогда они не развалятся. Это концерт для лохов. Так это не только в Молдавии. Извините, конечно, что я смешиваюсь опять. Я вот смотрю заседания европейского парламента. Они встречаются, обнимаются, хлопают друг другу по плечу, расходятся, садятся на круглый стол и начинают грызня. Грызня случилась, вышли, опять похлопали друг другу по плечу, все хорошо, все отлично. Это на камеру. А что творится за камерой, никто не знает. Никто не знает. Хорошо, задам вопрос. Единственное, рабочие места, это самое, сейчас в Европе, это Германия. Задам вопрос другой. А что тогда нам делать? Я уже сказала. Подожди, Павел. Павел, то есть, мы в принципе, если, если вот такой сценарий разыгрывают у нас в стране, сценарий одурачивания, то мы, ну, как бы, слушайте, мы должны людям об этом объяснить, рассказать, и все равно придерживаться того плана, что 2013 год должен быть историческим поворотным. То есть, Альянс нужно, ну, правильно, правильно. уводить в любом случае. Хочет он, не хочет. Можно? Да, да, да. Я считаю так. Нужно продолжать, людям объяснять. И не просто объяснять, а объяснить вот так толково. Вот, допустим, возьмем мы социал-демократов. Объясните им в первую очередь, объясните им нашу, допустим, идеологию социал-демократов. Объяснить. Объясните людям, куда стремится, допустим, партия социал-демократов. Куда их ведет? К каким целям? Что? То есть, показать им, что действительно можно же все изменить, все прекрасно. То есть, если людям понравится, то есть, чем занимаются, допустим, социал-демократы и куда их ведут, то есть, открыть им глаза людям. Действительно, что? Они же не перед, как бы, ни перед народом, ни себя не дискредитировали никогда. Как те же коммунисты, как и нынешний альянс. Никогда. Так давайте, поверят, действительно, они действительно поверят. Пора уже объяснять людям. Им заняться открыто и объяснять людям, что люди, мы вас ведем куда надо. Пожалуйста, идите с нами в ногу, голосуйте за нас или хотя бы поддержите нас, когда надо, когда время придет. Объединяйтесь вокруг нас и не надо ничего здесь лишнего. Больше ничего не надо выдумывать. И не просто объединяйтесь. информации. И не просто объединяйтесь, а принимайте... Если каждый человек, уважающий себя, человек, пойдет и найдет своего, одного единомышленника в день, ходнюю выборов. Повлушай, коммунисты, коммунисты предпоследние выборы выиграли, выиграли, что дальше было? Дальше было 7 апреля. Я объясняю вам. Потом было 5, потом были опять, опять не было, коммунисты ушли. Я извиняюсь, не перебивайте. Я вас очень... Если будет начинаться бардак в передаче, я буду вынужден начать отключать всех. Павел, вы... Продолжи, хорошо? Хорошо. Просто на сегодняшний день да, действительно, мы не можем никакими пользоваться как бы СМИ. Все куплено, все продано. но для каждого из нас по крайней мере остался хотя бы этот же интернет или хотя бы никто нам не мешает идти на работу и разговаривать просто с любыми, с обычными людьми, с друзьями и так далее. И объяснять им свою цель, свое мнение, высказывая. И пусть уже эти люди решают. Если вы хотя бы одного человека убедитесь за один день, что вы правы и что действительно ему это искренне понравится, чем мы занимаемся и куда мы идем, то я считаю, что ничего невозможного нет. А придя, допустим, к той же власти, уже можно будет все изменить практически. Все можно будет изменить. И это все реально. Просто мы себе сами создаем какие-то мнимые препятствия, надуманные как бы. Мы сами себя как бы ну а что я могу сделать? Боже, я же никто, я же простой человек. Я тоже простой человек. Но, допустим, если я выхожу на улицу и начинаю разговоры с одним человеком, мне достаточно, допустим, каких-то 10 минут, чтобы понять его мнение, этого человека. Если нет, то нет. Но что из этого? Что вы потеряете? Вы ничего не потеряете. Но если этот человек поймет вас и действительно скажет, да, действительно, так же лучше, господи, почему у меня до сих пор глаза были закрыты? Но вот почему не так? Вот что мешает нам, то есть, разговаривать с обычными людьми и объяснять им свою правоту? То есть, Павел, я подытожу, то есть, продолжать двигаться прежним курсом, продолжать заниматься разъяснительной работой с людьми, продолжать объяснять людям, что, в принципе, не все в этой стране потеряно и все в наших руках. Ты, я, ты пригласил еще одного, я пригласил еще одного, и когда мы достигнем какой-то критической важной массы, мы сможем в определенный день, час изменить ситуацию и обстановку в этой стране. Правильно? Правильно. Правильно. Только так. Можно я прокомментирую? Да, Слава, да-да-да. Мое мнение, что ничего из этого не получится по одной простой причине. Народ загнан в угол. Нас ежедневно, из нас делают плохов, по телевизору показывают, насколько мы ничтожны. Тот зарезал третьего, третий зарезал пятого. Какое мы общество деградирующее, насколько мы сильно скатились. Нас каждый день кормят этим, этим по телевизору. Более того, нас экономически загоняют в угол. То есть, человек сейчас хочет просто прокормить свою семью. Для того, чтобы человек захотел менять что-то и выйти гордо сказать «Я гражданин», он должен быть самодостаточным. Нас целенаправленно в 20 лет превращают в быдло, в животное. Поэтому, чем дальше, тем хуже. И мое мнение, что в ближайшее время мы, конечно, можем эмоционально высказываться, но это невозможно. И еще такой момент. Можно вопрос? Насчет Евросоюза. Насчет Евросоюза, я скажу, что... Слава. Вопрос. Вопрос. Вот, Игорь, что народ весь быдло, народ весь такой забитый. Я говорю, что он из-за это превращает. Хорошо. Хорошо. Но мы с тобой сегодня в передаче. Мы с тобой сегодня тратим свое личное время вместо того, чтобы заняться каким-то бизнесом или побыть с нашими детьми. Для того, мы встречаемся сегодня и ежедневно по вечерам, чтобы найти единомышленников, чтобы показать другим сорока человек, которые нас слушают, что они, которым судьба страны не безразлична, не одиноки. Что вот есть люди, вы смотрите, а есть люди, которые говорят и выступают сегодня в этой передаче. Есть люди, которые говорят о том, что не все в этой стране потеряно. Что если мы будем бороться, ты, я, Павел, Вероника, Лена, Вова и другие-другие сотни людей, которые есть, и да, у них есть свои проблемы, да, они точно так же загнаны в угол, да, у них голова забита, как прокормить свою страну, но кроме всего прочего они не сдались. Никто не сказал, что будет легко. Никто не сказал, что мы как бы сможем победить без проблем и без потерь, но само желание победы это самое важное. И вот оно у тебя, у нас и у всех присутствующих в этой передаче есть. Вот что самое важное. Вячеслав, вы высказываете желанное, за действительно. Я приведу пример. У нас на каждом шагу, да, вот происходит просто преступление, да, разрушается партия, разрушается, там, я не знаю, наше достояние. Сколько людей выходит протестовать? Сколько людей требует отставки мэра или грозавого? Единицы. Единицы. Почему? Почему? Потому что все загнаны в угол. Нет, 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 я тебе объясню, почему. Потому что людей лично это не касается, то есть они не чувствуют свою сопричастность с этой проблемой. Чтобы он был сопричастен, он должен быть самодостаточным. Нет, 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 ты в одной, в одном я с тобой согласен, а в другом нет. Мы говорим с тобой о проблеме, которая задевает большую часть населения. Люди, все хотят жить лучше. Павел говорит правильно, с людьми нужно разговаривать, с людьми нужно объяснять, людям нужно объяснять, и людям нужно показывать выход. Да, есть проблемы, да, мы заданы в угол, но в конце Павел говорит, есть решение. Он говорит, какое? Что мы можем сделать? А мы можем объединиться. Мы эти маленькие муравьишки по этой стране, но нас три миллиона, и вот каждый в одиночку, мы муравьишки, нас легко раздавить мизинцем, но когда мы придем в Кишинев, и когда нас будет этих муравьишках, там, 60-100 тысяч, то этому Кишиневу, то этой власти, то этим бандитам, этим преступникам не будет места в этой стране. Они побегут, и мы будем их ловить на границе и тащить за хобот обратно на суд народа. Вот и все. Власть влияет числительное. Я с вами согласен. Если выйдет 100 тысяч людей, это будет аргумент. Все, вот план. Эти 100 тысяч, это непосильная задача собрать. Вот я, честно, я не вижу, как эти 100 тысяч смогут так вот легко собрать. А не легко, а тебе никто не говорит, что легко. Вот Павел тебе... А кто тебе сказал, что это легко? Павел тебе дает решение. Слава, по одному человеку в день. Ты что лично сделал для этого? По одному человеку в день поговори... Все достижения... Одну секунду. Нет, сейчас никто не хочет мериться. То есть ты говоришь, нелегко, а как это делать? Очень просто. Павел тебе говорит, я говорю, то есть я себе поставил план. То есть это как борьба, это как рубежи, это как как бы следующие высотки, следующие достижения. Поставь себе цель и задачу хотя бы с одним человеком в день, поговорив с ним, вселить в него надежду, завязать с ним контакт, чтобы он стал носителем твоей идеи. Потому что и объясни этому человеку... выборной кампании предыдущей, я делал агитацию за партию Маккану, когда это было, в 2009 году, когда он только появился, потому что мне показалось, что он говорит правду. Понимаете? То есть я ходил в районы и говорил людям, рассказывал, в принципе, вот как она ситуация про пахотника. Я ситуацию видел как бы изнутри, что как думает человек и как он воспринимает то, что ему говорят, что он живет плохо благодаря, или не благодаря, а вопреки, да, одному человеку. И все, сконцентрироваться на одном человеке, все нити туда сводятся. И народу наплевать. Я не говорю, что... Народу наплевать правильно. ...переубедить. Я высказываю свое мнение, свое видение, как я вижу ситуацию изнутри, как ее ощущаю. Мое мнение, что да, вы правы, Маккану в каждый день точит камень, вы передачей здесь точите камень каждый день. Это капля за каплей дает определенные результаты во времени. Безусловно, это даст какие-то результаты. Большие, малые, но они будут. Но! Но! Нас, понимаете, вектор противоположный происходит. Из нас делают быдло в каждый день. Целенаправленно. Через большие фактуры по отоплению. Через телевидение, которое нам показывает, что мы ничтожны, что мы не стоим ничего. Через поведение политиков. То есть, существует противоположный вектор. Да, такие вот случаи, как охота, оно выявляет вот эти вот минусы, появляется болезнь. И тогда народ говорит, ну все, хватит, меня достало. Да, вот такие вот моменты в самом деле перевешивают весы в определенную сторону. Но они бывают крайне редко. И не всегда получается ими воспользоваться. Направить в нужный русло. Мы сейчас находимся на рубеже двух двух дорог. Вот какую мы мы принимем, то и то и будет. Плюс большой в этих рубежах, что в принципе очень легко простым толчком, небольшой массой людей, грамотных людей, можно направить целую струну в нужный русло. Не нужно даже очень-очень много людей. Небольшая группа хорошо подготовлена, потому что сейчас такие вот перевесы. Мы сейчас на развилке стоим. Вот этот момент. Слав, я думаю, что нам нужно после эфира пообщаться, поговорить как бы это. И вот я, Павел и другие люди, которые вот постоянные участники этой передачи придерживаются мнения, что малая группа организованных людей может победить миллионы неорганизованных. То есть я думаю, что все-таки вот то, что говорит Павел, Павел у нас является таким практиком, он не теоретик, а он практик, он ежедневно выходит и в своем районе строит и меняет. Он один там меняет общественное мнение в округе. Ты понимаешь, что один человек, который ежедневно поставил перед собой задачу поговорить с минимум десятью людьми, выйти на базар, выйти на рынок, поговорить с друзьями, знакомыми, с товарищами, соратниками по работе и так далее, он один меняет там мнение людей. И у людей появляется надежда. Я это вижу на его примере. я вижу на примере своей работе, на примере работы других людей. Те проблемы, о которых ты говоришь, да, они имеют места быть. Народ забит, народу тяжело, народ настолько зажат проблемами, что у него нет времени подумать даже о сопротивлении, у него нет времени даже подумать о том, как решить ту или иную проблему. Но и это решается. Можно пробиться даже через эти проблемы. можно пробиться даже через какое-то неверие людей, показать человеку, вот есть я, я иду вперед, и я тебя не предам. То есть, мы потом поговорим с вами, в чем разница между человеком, партийцем, то есть, политическим каким-то человеком, и просто симпатизантом, и просто простым гражданином, который чем-то недоволен в стране. Это будет отдельная тема, может быть, для нашей передачи, и мы поговорим, как бы, в чем разница. Но сейчас речь о чем? Что, если мы ничего делать не будем, если мы опустим руки, если мы не верим в то, что в этой стране можно что-то изменить, то, как сказал Тулбуре, давайте соберем вещи и скажем этой стране гудбай. Маленький вопросик, можно? Да, что последнее будет улетать, пожалуйста, выключите стену арбата. Павел, да, слушаем. Маленький вопрос. Слава, это не тебе, Слава, а я Славе говорю, ты вот говоришь, народ это, из народа делают быдло. Ты себя быдлом считаешь? Понимаете, я себя не считаю, потому что ты не считаешь себя быдлом. Я проявляю некоторый интерес, считаю, пытаюсь... Вот и все остальные так же себя быдлом не считают, все остальные тоже. И не будут они быдлом никогда, если им показать правильный путь. Правильно. Вот я приведу пример. Помните, референдум по изменению Конституции, того, чтобы президента избирали прямым голосованием. Альянс и наступил на эти грабли, потому что он считал, что народ не образованное быдло. Альянс считал, что мы сейчас по всем телеканалам, по всем СМИ расскажем вам о том, как будет хорошо, что мы будем избирать президента прямым голосованием, и наступит счастье. Они настолько были уверены в том, что это у них пройдет, они были настолько уверены в том, что, как ты говоришь, народ быдло, они даже не ожидали, они были в шоке, они были деморализованы того, что народ просто не вышел. Он сказал, вы что думаете, что мы быдло? Нет. Мы, может быть, глупы, мы, может быть, не образованные, но мы нутром чувствуем, когда вы нас хотите нагнуть. И вот мы вам на зло покажем, что мы не вышли на этот референдум, и он не состоялся. У нас новый человек в передаче, давайте ему в конце передачи тоже дадим слово, чтобы все успели выступить. Вечер добрый, представьте себе. Добрый вечер всем участникам. Вячеслав, это Андрей из Кишинева. Андрей, да, вот, давай, что хочу сказать. Вот, Андрей, вот, кстати, Андрюш, я тоже знаю, что ты ведешь большую работу. Ты распечатал визитки, альфа-ньюсус. Народ быдло, то есть, вот ты, когда с людьми разговариваешь, он реагирует как-то, или он говорит, меня это не волнует, и извини, как бы, не морочи. Я вот с Павлом взял пример, Павлу большое спасибо за пример, что он всем нам подает. Вот я только сегодня даже разговаривал с одним человеком, и он говорит, вот вы верите, вообще, все соберутся. Я ему говорю, в принципе, это каждый сам для себя решает. То есть, каждый знает, что он гражданин, и у него есть долг перед этой стороной. Если вы считаете, что вы хотите бороться, то будете бороться, а не будете, иначе не будете. То есть, мы живем не сказки, а в жизни. Если наш народ заслужит хорошую жизнь, то он будет за нее бороться. Они заслужат, такова наша судьба, молодостная народа. Но каждый может понять для себя решение, в первую очередь. Будет он бороться, или нет. Андрей, полностью тебя, полностью тебя поддерживаю, как бы, и полностью с тобой согласен. Половина со мной согласна. Половина, не все. Вот 50% рады, потому что, даже меня прячут, молодец, что вы вводите, пропаганду ведете. Кто-то говорит, что бесполезно, но... Друзья, друзья, при всем том, что миллион людей из этой страны уехал, здесь, в этой стране, еще осталось 3 миллиона. Для того, чтобы нам решить вопрос в стране, для того, чтобы навести здесь порядок, для того, чтобы призвать к ответу наглецов и подлецов, нужно 100 тысяч. Вот это та цифра, которая будет критической, и которая может и сможет призвать всех этих вот бандитов, которые сейчас находятся во власти, к ответу. Вот и все. Вот поставьте себе просто цель собрать в какой-то момент 100 тысяч, собрать национальное собрание на центральной площади, на площади национального собрания, собрать как бы народное такое вече, и призвать всю эту власть к ответу. Вот и все. Что нужно-то всего? И власть это знает, потому власть и старается раздробить вот так вот население, людей, потому и власть порождает всякие эти маленькие партии, партейки, людей, телеканалы, блогеров, каких-то аналитиков, политологов для того, чтобы создавался такой информационный шум, в котором бы было бы трудно различить одну четкую, ясную мысль. Мы можем. Мы можем навести порядок в этой стране. Для этого нужно всего лишь один раз, в один день приехать всем в Кишинев и поставить точку в этом вопросе. Все. Ничего больше не надо. Вячеслав, меня не спрашивают, когда выборы будут? Да, выборы будут по закону, они должны быть, мандат парламента заканчивается в 2014 году, и скорее всего, если по закону, если выборы недосрочные, они должны быть в 2015 году. Но до 2015 года мы загнемся все здесь, да люди не выдержат. Павел Свидетель, на севере страны есть уже деревни, призраки. Да не только на севере, их полно. По всей Молдове полно деревень пустых абсолютно. Дома продают за копейки. Более того, люди уже не могут терпеть. И я с Вячеславом абсолютно не согласна, потому что люди ждут, люди действительно ждут, чтобы их подняли. Я не знаю, у меня просто получается, что я больше в социальных сетях общаюсь, и люди уже требуют. Но люди требуют, чтобы их маленькая мелочь, которую нужно заметить в социальных сетях. Но люди требуют чего? Люди требуют, чтобы их позвали на действие. Люди говорят, и мы не пойдем больше топтать площадь. Мы не пойдем больше кричать и горлопанить. Люди мне говорят, Слав, когда надо будет, когда вы решите поставить точку, когда вы скажете, что все, хватит, баста, достало, надоело, позвони, и я пойду. Потому что я тебе верю, что вот я тогда пойду и буду творить историю. Я не пойду и не буду тем быдлом на площади, который будет выслушивать очередного политика горлопана, который будет рассказывать о том, как хреново. Да мы все знаем с вами, как хреново в этой стране. Как будто мы живем в другой стране. Чтобы мы еще ходили на площади, таких же 30 тысяч людей и слушали, что делает власть, как она беспредельничает. Да мы лучше, может быть, знаем тех людей, которые выступают, как беспредельничает власть. Потому что, в отличие от них, мы это чувствуем все на своей шкуре. Нету лидера национального. Есть несколько человек, которые пытаются как-то показать или как-то заявить о себе, но как такового у нас наверное лидера нет. Знаете, как я себе представляю наше общество? Вот показывают, да, по Discovery, или National Geographic, стоит целая колония пингвинов. Многих там, не знаю, миллион. с детишками, со всеми, да, и приходит лис. И лис просто-напросто нагло берет детеныша, да, хватает за горло. Вся колония гав-гав-гав-гав-гав-гав начинает кричать и все. И на этом все заканчивается. Понимаете? То есть нас, нас вот просто голыми руками берут, мы все вот возмущаемся в социальных сетях, показываем о себе. Вот мы кричим, мы там гологолим и все, и все. Нас, каждого по отдельности, просто перегрызут горло. Друзья... Я с вами полностью согласен. Друзья, я завтра вам обещаю интересную передачу. У меня в гостях будет лидер социал-демократической партии, лидер той партии, в которой я состою, Виктор Петрович Вершелин. И вот завтра, я думаю, что и этот вопрос мы тоже поднимем и тоже об этом поговорим и обсудим. Тема завтрашней передачи Молдова на краю пропасти. Вот мне будет интересно, что он скажет по поводу того, что ждет Молдову в 2013 году и к чему могут привести как действия, так и бездействия молдавского общества. Знаете, то есть я не хочу злоупотреблять вашим вниманием, то есть у нас уже как бы час, больше часа мы как бы в передаче. Я хочу в конце поблагодарить всех вас. Мы всегда с вами приходим к одному и тому же, что нужно действовать. Только действие, только наша борьба может что-то изменить в этой стране. И работа каждого из нас кропотливая, неинтересная, монотонная работа может что-то изменить в этой стране. Каждый из нас, Павла, Вероника, Вячеслав, Елена, Андрей, моя, Саша, который как бы находится со мной сегодня в студии, и всех тех людей, которые нас сегодня смотрят. Мы можем, запомните, мы можем изменить обстановку в этой стране. Мы можем сломать и переломать хребет этой преступной власти. Только нужно работать ежедневно и не бояться, и верить в то, что у нас это получится. На этом, на этой позитивной ноте я хочу как бы закончить нашу передачу, напомнить вам завтра, не пропустите, завтра будет интересно, будет Шеллин как бы в гостях, и будет серьезный, откровенный разговор, потому что у меня есть тоже определенные как бы вопросы, я думаю, вам будет интересно услышать на них ответы. Я благодарю вас всех, кто участвовал сегодня в передаче. Напоминаю, это была судья свободы на информационном портале Альфа-Ньюс. Мы ежевечерне по будням в 20.00 стараемся, собираемся, говорим откровенно и стараемся изменить эту страну. Всем вам спасибо, до свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok